А перед началом ролика хочу поставить вам очень интересный канал Хавзитка. Он снимает ролики про казино и про рулетку на крупные суммы, поэтому всем советую подписаться. Ссылочка будет в описании. Смотрите, ставьте лайки. Очень годный контент. Всем советую. А перед началом серии хочу вам кое-что объяснить, что эта серия была снята около пяти дней назад. Это будет разговорное видео. Следую вам его посмотреть от начала и до конца. Будет много интересной информации, моих рассуждений по поводу АЗС. Извиняюсь за то, что видео выходит не так часто, как бы вам хотелось, но у меня сейчас много времени уходит на монтаж. Я много чего вырезаю, пустых звуков и так далее, поэтому поэтому серии выходят не так часто, но все же я буду стараться их выпускать почаще. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в рекламочку на серии Амазин Хреплей. Первый серии. Мы не здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте выйти в маник при регистрации. Итак, сегодня снова серийка. В принципе, но довольно-таки грустная серийка будет. Пацаны, почему? Я сейчас объясню. Но перед этим хочу сказать то, что... Извиняюсь, что нету ответа на вопросы в конце видосов. Скоро я это возобновлю, потому что снимаю достаточно много материала и просто не успеваю, пацаны. Сейчас более усердно делаю монтаж. Ну, вы, конечно, это не замечаете, но вы заметили, я думаю, что при монтаже стало меньше пустых звуков. Всегда, когда я говорю просто. Звук идет. А пустых звуков, таких промежутков уже нету. Вы просто не представляете, вот это промежутки эти убирать в видео, там, которое 10 минут идет, 15 минут просто занимает очень много времени. Поэтому пока что при этом не будет и много сейчас дел, в принципе. Сегодня речь пойдет про АЗС, в принципе. Да, пацаны, ее уберут, я уже это понял на 100%. Сейчас объясню, в чем прикол. Кстати, нет, я не везу себя сюда без инвестиций. Видите вот эти колонны, вот эти заправки именно? Запомнили, как они выглядят? Это хорошо. Сейчас я вам покажу все признаки того, что сейчас, точнее, возможно, даже сегодня мою АЗС уберут, точнее, нашу АЗС семейную берут, к сожалению. Но это, пацаны, не точно. Надеюсь, что ее не уберут, либо хотя бы перенесут. На самом деле, было бы круто, если бы ее либо перенесли, либо дали за нее двойную компенсацию, то есть, там, 60 миллионов. Да, конечно, губы раскатал, но мне очень жалко будет прощаться с этой АЗС, потому что, блин, это реально топовый бизнес, в принципе. И в том прикол, пацаны, что всегда нету бензина во всех АЗС, кроме нашей. У нас всегда есть бензин, я всегда его ввожу, в принципе. Давайте продлист чекнем, сейчас, может, уже завезли, в принципе. А, ну, видите, здесь мало бензина, вот, сюда завезли бензин, здесь нету бензина, здесь нету бензина. А у нас всегда есть, в принципе. Как бы, вот сегодня я зашел, вообще, этот продлист посмотрел, только в нашей АЗС был бензин. Сейчас я включу эту закупку, пацаны. Вот, наша АЗС, здесь всегда есть бензин, пацаны. Как только уже, там, минус 500 бензина, я сразу же везу, если есть возможность такая, чтобы потом, если я выйду там на часик, либо на 2 часика, то, чтобы я пришёл, чтобы хотя бы немного бензина было, то потом я уже завезу, в принципе. Я реально стараюсь, и все к нам ездят, пацаны, просто. Я завёз бензин сегодня только в 4 часа, понимаете? Давайте я вам покажу, кстати, финансовую статистику, вот. Я её купил, получая, что числа я её купил, и здесь просто финка взросла, видите, 100 тысяч, 114 тысяч, 100 тысяч, 132 тысячи. Ноль, это потому, что заливали обновления и сделали перезагрузку сервера. Ну, а так, финка довольно-таки неплохая, да, я не ухожу в плюс, потому что, как бы, я товар завожу за 35 рублей, точнее, бензин покупают у меня за 300, а я его завожу за 35, это довольно-таки невыгодно. Ну, блин, я это не ради денег, я, на самом деле, ради атмосферы. Мне приятно, когда все к нам ездят в наш семейный бизнес, заправляются, именно всем к нам ездят, спрашивают, блин, Кирилл, у тебя есть бензин? Типа, нигде нету. И всегда ездят ко мне, это очень приятно, что люди, как бы, знают, что есть моя АЗСка, что там есть всегда бензин. Мне это очень приятно. И, к сожалению, пацаны, АЗСку уберут. Сейчас я вам покажу два признака того, что её уберут. Даже не два, пацаны, а три. Но третий такой спортный, но сейчас вы увидите. Так, вот первый признак того, что уберут. Видите, здесь была дорога раньше, с Горели в Рыжевске, её убрали полностью. Её просто взяли, полностью убрали, но люди всё равно сюда ездят, но я не рискую, я не рушаю, я объезжаю вот через этот мост в Рыжевске и потом уже еду заправляюсь, в принципе. Сейчас покажу вам второй признак того, что уберут АЗС в Рыжевске. Ну и второй признак, пацаны, помните, те колонны, про которые я вам говорил, видите, их убрали. Остался только чекпоинт, пацаны. Так что, скорее всего, да, возможно, сегодня ночью уже снесут мою АЗСку, возможно, через час. Как бы, я просто решил заранее записать видео, чтобы вы услышали мои живые эмоции, мои живые обсуждения, что я об этом думал прямо сейчас, а не после того, как её уберут. Я, на самом деле, очень любил эту АЗСку, она мне очень даже нравилась, на YouTube Кирилл Гейм, 30 литров, 1 литра 30 рублей, пацаны. Блин, я любил реально эту АЗСку, но, к сожалению, скорее всего, её уберут, потому что мне писал подписчик с 05 сервера и её просто-напросто убрали там. Скорее всего, меня ждёт та же участь, в принципе, нашу АЗСку уберут, нашу семейную АЗСку. Спасибо большое всем, пацаны, кто помогал в улучшении АЗСки, большое всем спасибо, потому что, смотрите, и вот здесь есть наш АЗСка, видите, у нас 2000 литров, было 1000. Я улучшил в 2 раза, теперь у нас 2000, большое спасибо таким людям, как Меа Брукс, Александр Пилатин, если я не ошибаюсь, у него такая фамилия, и ещё там один человек был, сейчас я если вспомню, скажу. Блин, третьего чувака не вспомнил, извини, дружище, но если ты это смотришь, я думаю, ты поймёшь, большое тебе спасибо, что ты вообще кинул лям, но я не улучшил АЗСку 2 раза, я всего лишь 1 раз улучшил, потому что денег вообще нету на самом деле, 400 тысяч всего лишь. Но всем большое спасибо, кто помогал в продвижении нашей АЗСки, кто помогал в улучшении, кто у нас заправлялся, пацаны. Всем реально большое спасибо, я старался специально для вас, чтобы здесь просто всегда был бензин. Да, пацаны, это игра, я сейчас не ною, в принципе, но просто говорю то, что да, блин, её уберут, я всего лишь, у меня она пробовала, давайте вот посчитаем, сколько она у меня пробовала, ну, до этого момента, в принципе, на этом видео, чисто посчитаем, сколько она уже у меня. Ну, неделю она у меня пробовала, я просто, скорее всего, вангую, что её сегодня ночью уберут, либо в ближайшее время её точно уберут, потому что, ну, это все признаки того, что её уберут. Тропинку убрали, колонны убрали Остался только чекпоинт, пацаны На АЗС-ку я потратил Короче, что я купил? Купил маркер, маркетинг компания, это маркер на карте Было изменено название за 1 миллион И было улучшено АЗС-ка 2 раза То есть, потрачено было 900 тысяч То есть, получается, я потратил 32 миллиона 550 тысяч я потратил, пацаны, на АЗС-ку Поэтому, блин, это довольно-таки немалые деньги Если мне просто вернут 30 миллионов На самом деле, будет немножко обидно Ну, ладно, хоть вернут эти деньги хотя бы А если ее просто перенесут, я буду очень счастлив, реально Пацаны, хэштег просто Заправка живи, реально Кому нравилась эта заправка, пацаны Обязательно ставьте лайки, просто подписывайтесь на канал Всем спасибо за просмотр Ждите новых серий, обязательно они будут Все, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok